Тема нашего сегодняшнего ролика это появление пленки на поверхности вина. Поговорим о том, почему она появляется, как этого избежать, как избежать порчи вина и как исправить ситуацию наименее затратным способом. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделию. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь и винодел по призванию. С нами все это понятно и доступно. Итак, я пока немножко смещаю, чтобы у нас был режим картинка в картинке. Значит, смотрите, пленка на вине выглядит вот так. Она может быть более плотной, она может быть менее плотной, она может быть островками. Да, может уже при серьезных поражениях быть вообще вот такой совсем сплошной. И еще важно уметь отличать именно плохую пленку от конечных этапов поражения. Я сама однажды с этим столкнулась. Вино вроде бы отбродило, мы его уже привезли в город, он в темной прихожке стоял, и мне уже прям показалось, что вот там какая-то появилась пленка. Подошла, посмотрела, стала хорошенько-хорошенько светить, и оказалось, что на самом деле это пузырьки от брожения, пеночки такие появляются. То есть внимательно рассматривайте. Если вы видите там пузырьки, то это брожение. Конечно, на всякий случай, опять же, всегда мы не руководствуемся только одним каким-то признаком. Увидели что-то не так, понюхайте и попробуйте. Это легко, да. Если запахом все хорошо, со вкусом все хорошо, и на язычке вы чувствуете легкое покалывание, значит, это брожение. Если видите, что там пеночки, значит, это брожение. Ну, если видите вот такую вот картинку, да, тут специально несколько фотографий разных по старам, значит, это пленки и это плохо. Пленки могут быть двух типов. Первое – это пленчатые дрожжи, они не дадут запаха. То есть со вкусом вина все хорошо, с цветом все хорошо, с запахом все хорошо, но пленка все равно это плохо, потому что в дальнейшем она будет развиваться и все-таки портить нашу вину. Второй вариант – это уксусная пленка, но там все просто, там лучше. Почувствуйте запах, его невозможно не почувствовать. Тоже часто задают мне вопрос, а как мне понять, вот это там уксус, не уксус, уже вину в уксус превратилось, ну, понюхайте. Все взрослые люди так или иначе хоть раз в жизни уксус нюхали. Если вы забыли, как он пахнет, да, идем в магазин, покупаем маленькую баночку уксуса, нюхаем, да, и тут будет все понятно, тут без вариантов. Раннее уксусное тоже можно исправить, но сегодня мы больше все-таки будем говорить о пленках другого типа. Поскольку любую болезнь, в том числе и болезнь вина, проще предотвратить, чем излечить, то мы сначала говорим о причинах, о том, как избежать появления пленки, а потом разговариваем, что делать, если уже этот факт случился. Первая причина, вообще их несколько, но самая основная, это доступ воздуха. Малейший доступ воздуха, особенно если у нас там с вином уже что-то не очень, спровоцирует появление пленки. Что не очень через пару минут. Значит, смотрите, эта бутыль здесь стоит не просто так. Это бутыль от виски, у меня таких несколько, мне их отдали, но вот это уже досталось в таком не самом новом состоянии. Значит, смотрите, алюминиевая крышка-пробка. Вот первый раз, да, когда она была новая, она была закрыта герметично. Сейчас у нее герметичность потерялась. И сегодня вы увидите пример заболевания вина как раз-таки в такой же бутыли с такой пробкой. Единственное, там бутыль будет зеленая. Кажется нам, мы хорошо все закрыли, закрутили, да. А там маленький доступ воздуха. И этого будет достаточно. Второй пример. Кстати, фотки, которые вы видели, да. Это фотки из такой бутылочки, химической бутыль. Пробка притертая. Оказалось бы, что с притертой пробкой, может быть, там же все должно быть супергерметично, да. И, в принципе, притертые пробки, они ведь делались в том числе и для всяких эфиров, всего, да, высокой летучей жидкости. А тем не менее, не факт, что вот конкретно эта пробка, а от конкретно этой бутыли. Вполне вероятно, что они притирались, как бы, как каждая к себе. Более того, здесь, смотрите, вот если мы здесь нальем до верха, у нас зеркало поверхности вина будет где-то, ну, сантиметров 5 диаметров. И здесь будет больше. То есть поверхность, вот это зеркало больше. И под такой пробкой, вот где-то чуть-чуть воздух попадает, и уже мы можем схватить плесень, точнее, пленку. Эти пробки тоже показывала, в них плохо входят затворы, они входят сюда слишком свободно. Даже нашла рядышком, показываю фокус-фокус, да. Так вот, казалось бы, при чем здесь затвор? Мы, например, оставляем наше вино на яблочно-молочное брожение, на медленное брожение. Оставляем под затвором, думаем, что у нас все хорошо. Пока отображение идет, то сусло, в принципе, защищено. Но когда-то отображение заканчивается. Мы, например, уехали на некоторое время, да. Вот оно закончилось. Доступ воздуха. Идет нам гидрозатвор, здесь ничем не поможет. Мало того, что мы и работу-то затвора не увидим с такой штукой. Вот. И плюс доступ воздуха, соответственно, со всеми вытекающими. Дальше. Пробки всем знакомы? Да, 10-20-литровые бутыли Риахима. Эти пробки, они тоже плохие. На самом деле, эти пробки вообще так классно щелкают. Я когда-то не верила, пока не убедилась сама. Значит, смотрите. Вы вот этой пробкой закрываете бутыль. Да, вам кажется, что все же классно, да. Все супер. Ну, если затвор, конечно, поставим, такого не будет. Но вообще эти пробки, они ломаются. На ура. Так вот. Закрытая бутыль. Ну, а там идет, опять же, наше медленное яблочное молочное брожение. Постепенно давление углекислого газа поднимается. Ну, там по чуть-чуть, по чуть-чуть выделяется. Но когда-то это становится критичным. И вот мы как-то вечером сидим дома, а у нас щелк. И вот здесь эта пробочка. И отщелкивается. Если бы в тот момент нас не было дома, и мы бы не услышали этот щелк, но бутыль дома стояла, хорошо. А опять же, мы можем ее где-то оставить на даче, да, уехать. Или она щелкнула в момент, когда вы были на работе. И все, у вас, опять же, пошел воздух. А вы этого не знаете. Результат пленка. То есть с пробками надо быть очень-очень аккуратным. Следующий фактор – это низкокислотные вины. И низкоспиртозные. Это не значит, что сразу же надо вина там крепить, да, сразу же их надо кислить. Нет. Это значит, что с такими винами надо просто аккуратно работать и вообще кислота для вина очень важна. Не надо ее разбавлять вдой, не надо от нее избавляться раньше времени. Основную защиту нам дает винная кислота. И ее показатель – это PH-фактор. Был отдельный ролик по этой теме. Кому интересно, ссылку под этим видео я оставлю. Посмотрите обязательно, потому что это тоже важно. Если у нас PH до 3,5, вино, в принципе, защищено. И тогда вот этот маленький воздух, ну, как бы ничего может и не сделать. Да, но если у нас еще там мало кислоты, то вот малейший этот воздух дает нам пленку. Поэтому очень хорошо, во-первых, заботиться о герметичности, да, а второе – все-таки PH измерять. И если вы видите, что цифры слишком высокие, значит, работать с такими винами аккуратно. Можно и подкислять винную кислоту, но хотя бы просто проявлять осторожность. Поймите, это не мне надо. Это надо в первую очередь вам, и это защитит вас от ненужных проблем. Ну и сейчас мы уже перейдем к конкретному примеру и конкретному действию, что делать в случае появления пленки. Конечно, одним из самых надежных, самых классных методов является пастеризация. Но не всегда мы можем ее осуществить при определенных объемах вина. Ну, пастеризовать крайне и крайне сложно. В этом марте вот столкнулись мы, съемки будут мартовские, да, столкнулись мы с появлением пленки, и мне удалось от нее избавиться другим способом, более легким, более простым. Им я с вами и делюсь. И сейчас вот прежде, чем я покажу эти кадры, это же может сработать и при легком уксусном скисании. Единственное, ну вот я чуть забегаю вперед, если вам не удастся запустить брожение, значит, хорошо было бы добавить немножко винных дрожжей, потому что они могут подъедать уксусную кислоту, и таким образом вино можно попробовать спасти. Но все зависит от того, насколько глубоко зашел процесс. То есть вот с такой пленкой, да, поработать можно. С уксусной, если чуть-чуть, еще можно пробовать исправить. Если сильно, ну тогда уже проще как бы оставлять уксусом и использовать в каких-то кулинарных целях. Ну, я теперь показываю, как от этой пленки избавиться. Итак, смотрите, если у нас удружилась вот такая пленочка. Самое первое, это проверка запаха, вкуса и цвета. Если там уксусный запах, ну это одна история. Если запах, вкус у нас нормальный, то мы можем это лимон вполне исправить. Никто даже никогда не догадается, что там пленочка была. Сейчас отсвечивает зеленый. На самом деле пленочка белая, просто бутылка зеленая. Поэтому, да, видимо, пленочка вот такая. На самом деле, вот она, видите, она еще небольшая. Не сильно. И вот смотрите, бокал. У меня сейчас нынешний. Аж мотки, пепелки, не обратите внимание. То есть цвет, ценный, фиолетовый. Никакого окисления нет. Запах здесь тоже хороший. Вот по аж высокий. Вот здесь он 4,0 где-то. Я только калибровала по ажметр. Так, смотрите, я взяла это вино. Насколько тут у меня меньше, чем пол чашечки. Подогрела в микроволновке секунд 15, чтобы оно было такое хорошо теплое, но не горячее. И беру сахара, вот, ну, чайную ложку. Насыпаю, перемешиваю. Смотрите, эффект. Так мы, кстати, можем заводить брожение. И, как ни парадоксально, вот эта вещь нам поможет избавиться. От пленки. В идеале, конечно, я показала, да, что очень высокий по аж. Добавить еще винной кислоты. Сколько? 1 грамм винной кислоты на литр понижает по аж на 0,1. Но в нашем случае все равно, по-хорошему, надо нормально добавить. Но больше, чем грамм на литр добавлять не будем. То есть, делаем два таких метода. Чуть-чуть запускаем брожение. И чуть-чуть повышаем кислоту. Можно попробовать, только чуть запустить брожение. И, смотрите, залили всю эту бутыль. Я даже не перемешиваю. Это бутыль от виски большая на таких качельках 4,5 литра. И видим уже бродильную пенку. Да, всего лишь, видите, пол ложечки сахара. Его много не надо. Подслащать не надо. Мы можем сделать схоже. Нам надо чуть-чуть симулировать процесс. Капельку. Все, вот такое брожение запустили. Оно через некоторое время закончится. А пленки уже у нас с вами не будет. Но мы обязательно понаблюдаем. Я вам покажу, как будут здесь развиваться события. Так, смотрите, прошло где-то часов 12. Ну, больше, конечно, да? После того, как мы тут все добавили. Что мы видим? Чистую поверхность. Вот камера отражается, но пленочки нет. И вот чуть-чуть по краям видим пузырьки. Чуть-чуть идем брожение. И благодаря этому брожению у нас вот эта пленка и исчезла. Ну, ее больше быть не должно. Вот сейчас я взболтала. Видите, там вообще так бурно и все пошло. Опять же, чтобы быстрее процессы завершились, можно емкость взбалтывать. Ну, если она у вас небольшая. Если большая, то это, конечно, может быть проблематично. Вот прошло около двух недель. не получается. У меня подсветит так, как надо. Ну, поверите на слое. Все чистенько, новая пленка у нас не появилась. Цвет очень темный, цвет очень насыщенный. Прям такой плотный, да. Ну, смотрите, мало того, что это способ рабочий. Съемки были в марте. Дегустацию этого вина я вам показывала в конце августа. Все с ним было хорошо. Мы сохранили цвет, мы сохранили запах. То есть никаких глубоких изменений с вином не произошло. И это классно. Ну, конечно, всегда, опять же, проверяйте цвет, всегда проверяйте запах. Если цвет уходит в коричневый, ну, это уже плохо. От пленки мы избавиться можем, да, но цвет вернуть не можем. Процессы окисления мы тоже назад не повернем. Ну, если, в принципе, цвет нормальный, запах нормальный, то вот этот способ вполне рабочий. Хотя, конечно, потом все равно наблюдайте, смотрите, не появилась ли она. В нашем случае не появилась. Все было хорошо. Но это вину вы видели. Надеюсь, вам было интересно. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео нажав кнопку «Щубки» будет ссылка на каталог наших сортов и награды и наши контакты. До новых встреч!